Сегодня мы будем с вами работать все так же в Management Studio. Подключились к нашему экземпляру Test1. Давайте с вами перейдем на вкладку управления. Здесь вот есть группа плана обслуживания. И давайте попробуем создать первый план обслуживания. Здесь есть очень удобный конструктор для создания планов обслуживания. И есть довольно удобный визуальный редактор для работы и настройки планов обслуживания. Давайте с вами начнем с конструктора, а дальше поработаем в визуальном редакторе. Для того, чтобы запустить мастер создания, кликаем правой кнопкой. И вот тут есть пункт создать план обслуживания. И мастер планов обслуживания. Давайте начнем с мастера. Запустился мастер планов обслуживания SQL Server. Нажимаем далее. Ну и давайте имя придумаем. Первый план у нас будет по резервному копированию. Поэтому так его бэкапы назовем. Запуск от имени учетной службы агента. Мы можем выбрать какое-то имя при необходимости. Там потом, когда план создадим, можно задать, из-под какого пользователя он будет запускаться. И дальше вот такой пункт у нас отдельное расписание для каждой задачи, либо единое расписание для всего плана обслуживания. Давайте сделаем отдельное расписание. То есть у нас каждая задача будет запускаться в свое собственное время. Нажимаем далее. И вот тут мы видим различные задачи, которые мы можем добавить в наш план обслуживания. Нам что надо? Ну нам надо резервное копирование полное, резервное копирование разностное и резервное копирование журнал-трансакции. Вот они все три варианта, которые нам необходимы. Мы выбираем и нажимаем далее. Здесь мы можем задать порядок. Вот смотрите, у нас есть кнопки вверх-вниз. Но их у нас нет, потому что здесь понятно, порядок может быть только такой. Если бы мы выбрали какие-то другие еще задачи, мы могли бы порядок настроить. Но оставляем как есть полное разностное журнал-трансакции. Нажимаем далее. Далее мы будем настраивать в мастере каждую задачу отдельно. И первая наша задача называется резервное копирование полное. База данных. Можно выбрать все, либо конкретные базы данных. Ну понятно, демку и тест мы бэкапить не будем на регулярной основе. Пусть у нас будет база данных, там аккаунтинг. Давайте мастер. Ну и давайте будем еще базу данных msdb также бэкапить. Вот так вот мы выбрали. Вот эти три базы данных. Нажимаю ОК. База данных мы выбрали. Создать резервную копию будем на диск. Вот у нас есть пункт сразу расписание. Да, мы можем задать. Давайте к расписанию позже вернемся, пока расписание устанавливать не будем. Идем дальше. Целевой объект укажем, что мы будем создавать файл резервной копии для базы данных. То есть для каждой базы данных у нас будет отдельный файл. Можем создать копию всех баз данных одним файлом. То есть здесь все настраивается довольно гибко. Немножко мастер так вот увеличу. Но наш вариант, пусть у нас будет каждый бэкап в отдельном файле. Более того, со своем каталоге. Я еще ставлю галочку «Создавать вложенный каталог». На самом деле это реально удобно. Расширение баг. Оставим по умолчанию. И на вкладке «Параметры» скажем, что у нас будет сжиматься резервные копии. Это у нас ночной бэкап. Пусть чуть дольше он будет делаться, зато меньше места будет занимать. Здесь можно поставить различные еще флаги, которые мы с вами видели в визарде по резервному копированию. Но, наверное, оставим все по умолчанию. И нажимаем «Далее». Следующая задача – это разностная резервная копия. Выбираем конкретные базы данных. Ну, понятно, только аккаунтинг. Разностные копии для мастера мы делать не будем. А здесь и нету. MSDB можно только выбрать. Только базу данных аккаунтинг. Только нашу боевую базу данных указали. Целевой объект также. Создавать вложенный каталог. Путь такой же. Можно расширение баг оставить. Можно расширение какое-то свое задать. Как мы с вами обсуждали уже, в принципе, все это будет работать. На вкладке «Параметры» давайте также поставим вручную сжимать. И больше ничего настраивать здесь, наверное, не будем. Нажимаем «Далее». И третья наша задача – резервное копирование журнала транзакции. Ну, опять-таки, тут выбираем только нашу базу данных аккаунтинг. Написано, что базы данных с простой моделью будут исключены. Мы их и не видим. А база данных аккаунтинг у нас в полной модели. Поэтому для нее надо делать копию журнала транзакции. Кстати, смотрите, у нас тест и демо тоже в полной модели восстановления, раз они здесь видны. Ну, и по-хорошему, нам надо и демо, и тест перевести в простую модель, так как это наши тестовые базы. Ну, и зачем нам сохранять транзакции тестовых баз? Вообще ни к чему. Поэтому я здесь выбираю только базу данных аккаунтинг. Здесь также ставлю флажок «Создавать вложенный каталог для каждой базы данных». Можно настроить какой-то другой путь, например, журналы транзакции отдельно где-то хранить. Расширение оставим «Терен». Ну, и тоже, наверное, установим флаг «Сжимать резервные копии». Нажимаем «Далее». Мы можем указать, где мы будем лог хранить. Например, в той же папке c-бэкап можно лог хранить, либо вот там, где у нас логи по умолчанию. И мы можем установить флажок «Отчет по электронной почте». Тогда будет приходить непосредственно отчет о выполнении, но мы с вами уведомление настроим внутри каждого задания. Поэтому вот этот флажок я не ставлю, а нажимаю просто «Далее». Можно проверить здесь настройки, которые мы выбрали при работе мастера. Ну и нажимаем «Готово». В общем-то, мастер пошел создавать план обслуживания. Так, мастер завершил свою работу. Закрываем его. Пойдем на вкладку «Планы обслуживания». Обновим. И видим, что у нас появился вот он, наш план обслуживания. Давайте кликнем по нему правой кнопкой. Откроем его. Так, обозреватель пока, наверное, уберем. И вот смотрите, у нас есть наш план обслуживания «Бэкап». Он состоит из трех вложенных планов. Вот они вот так вот у нас обозначены. И в каждом вложенном плане есть одна задача. Пока это как-то все не очень красиво, давайте немножко, наверное, поднастроим. И начнем с плана «Вложенный план 1». Можно по нему вот так вот кликнуть два раза. Как-то надо его, наверное, называть по-человечески. Это у нас полная копия. Вот так вот полная копия его назовем. Можно описание какое-то задать. И сразу здесь же можно настроить расписание. Ну, давайте скажем, что у нас полная копия будет делаться еженедельно в воскресенье. Ну, там, предположим, в 5 утра, да. В 5 утра, в воскресенье, еженедельно. Проверяем. Выполняться будет раз в неделю воскресенья в 5 утра с текущего числа. Окей. Расписание задали. Ну, там, какое-то можем пояснение написать вроде. Полные резервные копии. И нажимаем «Ок». В общем-то, давайте посмотрим на этот план. Здесь масштаб можно сделать побольше. Он состоит у нас из одного действия. Полные резервные копии. Ну, наверное, давайте немножко доработаем. Полные резервные копии мы с вами делаем. Давайте тогда же будем, наверное, и очищать резервные копии. Здесь вот у нас появилась рядом с обозревателем еще одна вкладка «Панель элементов». Откроем ее. Вот ее можно, кстати, закрепить. Раскроем здесь «Общие». Здесь у нас появилась вкладка «Задачи плана обслуживания». И смотрите, какие у нас есть задачи. В частности, меня, наверное, интересует задача «Очистка после обслуживания». Я беру и эту задачу вот так вот просто перетягиваю. И у меня добавился такой пункт. И, соответственно, я говорю, что после резервного копирования зеленая стрелочка означает, что это в случае успеха я буду делать очистку. Кликну два раза мышкой и настроим какие-то свойства этой задачи. Очищать будем файлы резервных копий, удалять из папки с определенным расширением. Я хочу удалять из папки SQL-бэкап, где мы бэкапы делаем, файлы с расширением баг. Причем мы включим вложенные папки первого уровня. Как вы помните, у нас бэкапы делаются в папке первого уровня. И удалять будем на основе возраста. Давайте будем хранить. Вот если я вот так поставлю, одна неделя. Например, я сделал в 5, а в 5.30 у меня закончился бэкап. Прошла неделя. В следующее воскресенье я делаю опять полную резервную копию. У меня же база данных за неделю подросла. И резервная копия закончилась в 5.31. И в этом случае он мне удалит копию, которую я делал в прошлое воскресенье. Как-то не очень, да не очень. Я хочу, чтобы хотя бы с прошлого раза у меня копия осталась. Давайте, наверное, тогда сделаем здесь не одну неделю. А я неделю хочу копию хранить. У меня, предположим, больше места нет. Поэтому я оставлю 8 дней, чтобы в это воскресенье он у меня оставил предыдущую копию. А копию от позапрошлого воскресенья удалил. Наверное, вот так вот. То есть, если мы хотим хранить копию неделю, надо указать на день больше. Тогда точно будет работать. Ну все, расширение полной копии у меня будет храниться одну неделю. И я нажимаю ОК. Но это еще не все. Полную копию мы храним неделю. Но у нас же еще есть разностные копии. Ну понятно, если мы копию полную храним неделю, разностные меньше, чем неделю хранить смысла нет. Поэтому здесь я добавляю еще одно задание. Опять по нему кликаю. И также укажу мою папку SQL Backup. И разностные у меня с отдельным расширением. Включаем вложенные папки первого уровня. И хранить будем одну неделю. Вот здесь точно. Все разностные копии старше недели, старше, чем мой файл полной резервной копии, ну они просто бессмысленные, бесполные. Поэтому здесь точно ставлю одну неделю и нажимаю ОК. Ну и журналы транзакции. Журналы транзакции без полной тоже абсолютно бессмысленны. Также я добавляю вот такой вот пункт очистка. И здесь также указываю мой каталог SQL Backup. Ставлю расширение журнала транзакций. И тоже буду хранить неделю. Хотя иногда из-за того, что журналы транзакции довольно большие, мы храним немножко меньше времени. Например, полные копии мы можем хранить 4-6 недель, если места достаточно, а журналы транзакции всего лишь неделю. Но тут все зависит от того, на сколько располагаете свободное место на серверах. Неделю мы будем хранить файлы с расширением TRN, включая вложенные папки первого уровня. Нажимаю ОК. Мы сделали резервную копию. Если сделали успешно зеленую стрелочку, мы очищаем все полные копии, все разностные, все журналы транзакций. Осталось добавить уведомление оператора. Здесь тоже есть соответствующая в панели элементов задача. Называется уведомление оператора. Давайте я его сюда вынесу. И будем последовательно. Если у нас все удалилось и ошибок нет, мы будем уведомлять операторов. Операторов здесь могут... Здесь мы увидим всех операторов, которые мы добавляли в агент. У нас сейчас один. И тема сообщения, что-нибудь... Я обычно пишу что-то такое. Сначала имя сервера, потом имя задачи. Она у нас такое, да? Full Backup. А потом что-то вроде, ну, например, ОК. То есть все хорошо. Либо Error. Ну и здесь может быть какой-то текст, который мы сами хотим написать. Уведомление. Ну и, соответственно, надо какое-то уведомление для ошибки задать. Потому что, ну, только при успехе как-то странно уведомлять. Давайте добавим еще одно уведомление оператора. Также здесь напишу, что уведомлять будем одного оператора. Но текст уже будет с ошибкой, да? Вот такая вот ошибка. Так, а когда мы будем уведомлять? Смотрите. Если у нас резервное копирование выполнилось, не выполнилось, да? Сделаем стрелочку сюда. Кликнем два раза под стрелочкой. И открылись у нас такие вот свойства стрелочки. И сейчас зеленая стрелочка у нас говорит о том, что при успешном выполнении. А я говорю при ошибке. Да, можно еще при завершении выбрать. То есть если у меня ошибка, то идем и уведомляем оператора. Ну, мало ли, вдруг у нас при очистке тоже какая-то ошибка возникнет. Поэтому здесь я тоже говорю ошибка. Здесь я говорю также при ошибке. И здесь я говорю при ошибке идти. Также два раза кликаю при ошибке. Ну, в общем-то, вот так вот. То есть если все хорошо, мы идем сюда. Если все плохо, мы идем и делаем уведомление оператора с ошибкой. Вот такой вот план обслуживания. Давайте его сохраним, так как мы нас настроили. И перейдем, в общем-то, к следующему заданию. К следующему вложенному плану. Это у нас план по дифференцированному резервному копированию. Ну, как-нибудь так его назовем. Разностные резервные копии. И настроим, наверное, расписание сразу. Также еженедельно. Но у нас понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. А вот в воскресенье мы будем делать полные резервные копии. Ну, также пусть в 5 утра у нас будет. Проверяем, что в 5 утра. Окей. Каждый день, кроме воскресенья. Так, задали расписание. Ну, что ж, у нас здесь тоже есть резервное копирование. Базы данных мы с вами указывали одну. Аккаунтинг. Разностные мы будем делать только для нее. Будем ли мы что-то удалять? Да нет. Удаляем мы копии, когда полные делаем. Поэтому здесь нам нужно просто уведомить оператора. Добавляем также. При успехе мы будем уведомлять оператора. Вот этого вот оператора. Задание у нас называется div backup. Окей. И еще раз нам надо уведомить оператора, если что-то пошло не так. Здесь я выбираю и говорю ошибка. И, соответственно, задание с темой error. Окей. Так. Ну, вроде бы здесь все. Сделали разностную. Либо послали, что все хорошо, либо послали сообщение, что все плохо. И у нас остался третий вложенный план. Это у нас, ну, пусть будет журнал транзакций. Делать мы его будем теперь уже точно ежедневно. Каждый день. Выполнять каждый час. Ну, давайте где-нибудь с 8 утра и до 23.59.59. Ночью у нас там будут всякие другие задания. Ночью мы не будем делать. Полагаем, что ночью у нас база данных бухгалтерия. Никто в ней не работает. Если у вас, конечно же, и ночью работают, то, ну, давайте каждый час делать круглосуточно. В моей предполагаемой организации с бухгалтерией бухгалтера работает только днем, а ночью у нас выполняются регламентные задания. Поэтому с 8 утра начнем делать копию журнала транзакций. Здесь расписание задали. Ну, зададим имя какое-то. Копия журналов транзакций. И нажимаем ОК. Ну, и что нам здесь надо поднастроить? Здесь нам нужно добавить уведомление оператора. Причем мы будем только при ошибке. Лог бэкап. Эррор. ОК. ОК. Стрелочка идет сюда. И, как мы помним, только при ошибке. Нет, завершение. Да, я выбрал только при ошибке. Мы шлем уведомления. Если вдруг у нас не выполнилось, то сразу же я получу письмо, что, внимание, произошла ошибка. Ну, вот так вот мы с вами в мастере настроили планы обслуживания по резервному копированию. Смотрите, в панели инструментов есть еще такие интересные и полезные штуки, как очистка журнала. Журнал – это именно, помните, в мастере мы указывали, куда складывать лог выполнения. Вот эта вот кнопочка, вот здесь вот свойства вложенного плана. Можно его открыть. Здесь мы откроем вложенный план, свойства конкретного вложенного плана. А есть здесь еще кнопочка «Отчеты и протоколирование всего плана». И здесь вот мы с вами выбирали, что журналы будем писать в папку «Журналы по умолчанию». Можем это изменить. По-хорошему можно добавить задание «Очистка журнала», чтобы у нас журналы сильно не росли. Есть у нас задание «Сжатие баз данных», есть задание «Проверка целостности баз данных». То есть, может быть, есть смысл тоже даже в планы по резервному копированию их добавить. Но классический план резервного копирования, план по умолчанию, он такой. Полную копию сделали, очистили все старые файлы, уведомили оператора. В будни делаем разностную копию, уведомляем оператора. И делаем журнал транзакции каждый час, уведомляем оператора в случае ошибки. Сохраним наш план обслуживания и пойдем в обозреватель. И в обозревателе здесь можем с вами на вкладке «Задание» видеть, что каждый вложенный план у нас преобразовался в задание агента. Причем формат имени такой. Сначала название плана, он у нас бэкап называется, дальше точка и имя вложенного плана. Это на самом деле очень удобно. Например, мы с вами можем сейчас все эти планы выполнить. Начнем, конечно, с полной резервной копии. Кликаю правой кнопкой мыши и говорю «Запустить задание на шаге». Вот у меня запустилось задание «Full backup». И, соответственно, вот этот сейчас план, он и выполняется у меня в обозревателе объектов. Давайте вот так вот дождемся, пока он выполнится. Аналогичным образом мы можем выполнить планы все остальные. Давайте «Full» выполнился, я сразу запускаю разностный бэкап. Он должен сейчас быстро выполниться, так как у нас в базе данных ничего не происходило. И бэкап журнала транзакций, он тоже быстренько должен выполниться для одной базы данных. Окей. Идем на диск. Посмотрим диск «С», нашу папочку «Сбэкап». И вот мы видим, что согласно нашему плану обслуживания у нас создались три папки «Master», «MSDB» и «Аккаунтинг». Причем в папке «Аккаунтинг» у нас есть три файла. Это баг полный, разностный и копия журнала транзакций. Причем смотрите, как он интересно создал имена файлов, имя базы данных, слово «бэкап», дальше идет «дата», «время» 6.57, 6.58. Еще какой-то внутренний идентификатор этого бэкапа, этого файла. Для того, чтобы у нас даже если в одну секунду делаются бэкапы, чтобы у них разные имена файлов были. Вот так вот удобно, MSU-scale сервер сам делает бэкапы, сам же их удаляет по времени создания. Все это практически из коробки работает. Для системных баз данных у нас только полный бэкап создался. Давайте пойдем в почту, и мы с вами должны увидеть два письма. Одно письмо о том, что успешно выполнилась полная резервная копия, и разностная. Отлично, у меня пришли задания, наконец. Так, для full backup пришло, для div прошло. Итак, здесь давайте панель инструментов я сделаю плавающей, вот так вот, а обозреватель объектов закреплю, так как к нему мы будем ходить. По заданиям агента также есть журнал, то есть мы также можем открыть журнал и посмотреть, успешно, неуспешно выполнилось ли у нас задание. Еще про стрелочки можно сказать вот что. Здесь вот можно выбрать значение успешно, либо завершение, то есть всегда при любом значении идти дальше. А можно еще выбрать логическое O. Если задача имеет несколько ограничений, можно устанавливать для них очередность с целью контроля выполнения задачи. То есть если мы говорим O, то есть или, то будут у нас вот такие вот стрелочки. То есть если хоть одна не выполнится, он сюда придет. Пройдет сейчас, если все стрелочки у нас с логическим завершением true, то есть если сбой произойдет. Если мы делаем так на or, то по-моему вот так вот надо. А давайте проверим, давайте симулируем какую-то ситуацию. А как мы проверим? Давайте сделаем, вернем по умолчанию, как было. Вот так вот сохраню, то есть все-таки pre-end. И попробуем сделать какую-нибудь ошибку. Ну какую ошибку? Ну самое простое, взять базу данных, перевести, например, вне сети. Давайте я вот возьму и сделаю базу данных аккаунтинг вне сети. Давайте, знаете, что я сделаю. Давайте я почту здесь укажу такую же. Так, почту указал такую же, с которой мы, в общем-то, и отсылаем. Сылать буду сам себе. И давайте проведем эксперимент снова. Вот такой вот у нас план обслуживания в изначальном состоянии, таким, как мы его настроили. Перевели базу данных аккаунтинг вне сети и попробуем его выполнить. Запустим задание. И задание сразу же свалилось. По идее, я должен получить сообщение об ошибке. И никакого сообщения об ошибке у меня нет. Давайте с вами возьмем и для стрелочек с ошибкой сделаем логическое или. Нажимаю ОК. Вот они у меня стали такие вот пунктирные. Сохраняю задание и опять выполняю задание агента в этом случае. Окей, опять у меня задание свалилось. Проверяем почту. И вот в этом случае к нам у нас пришло сообщение. То есть все-таки для этих стрелочек нужно ставить логическое или. Потому что если мы стоим AND, то смотрите, если стоит И, то задача выполняется, когда все стрелочки у нас сработали. Нам же нужно, если хотя бы одна из стрелочек сработала, чтобы приходило уведомление оператора. Ну и еще что можно сделать дополнительно, например, как мы с вами уже знаем. На вкладке «Уведомления» добавим уведомления по электронной почте. Вот так вот при ошибке задания. Окей. Сделаем запуск задания. И сейчас мы должны получить уже два сообщения. Одно внутри нашего плана и одно от агента SQL Server. Давайте проверим. И мы видим с вами три сообщения. Просто Яндекс здесь сгруппировал. Да, вот здесь вот сообщения. Мы видим с вами три сообщения, что да, пришло два раза. И вот здесь вот от агента оно с такой темой, которую агент сам автоматически сформировал. Поэтому, наверное, вот здесь вот в агенте это лишнее. Здесь уведомления нам не нужны. Я их убираю. А вот здесь вот логические или мы сделали. И теперь все должно работать. Здесь логического или делать смысла нет, потому что стрелочка одна. И здесь тоже нет стрелочка одна. Давайте в этом убедимся. Выполним теперь разностную резервную копию. Она у нас тоже должна свалиться с ошибкой, так как база данных аккаунтинг у нас вне сети. Окей. Проверяем сообщения. И вот у нас уже их четыре сообщения. Только здесь уже тема другая. Не full backup, а div backup. Здесь нам логическое или делать не надо. Теперь точно все работает. Ну и если будете настраивать у себя в жизни планы обслуживания, проверяйте не только успех, проверяйте и ошибки.